Добрый вечер в эфире ОРТ, здесь и сейчас. В выходные на территории Грузии обнаружилась банда чеченских боевиков. Из 60 человек грузинским властям сдались 25. Помощник президента России Сергей Естержемский заявил, что Россия официально потребует от Грузии выдачи боевиков, если выяснится, что они участвовали в тяжких преступлениях, пытках, работорговле и так далее. Здесь и сейчас министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагришвили. Ираклий Афиногенович, я вас приветствую. Скажите, уже установлены личности этих боевиков? Личность их пока говорить сложная, потому что у них нет документов. Я имею ввиду тех, которых удалось задержать и те, которые госпитализированы. Составлены списки по их данным, то есть по данным, которые они сообщили. Сейчас идет проверка в соответствии с этой информацией действительности. Президент Грузии Шварназа сказал, что 25 сдались, но всего речь идет о группе 60 человек. Насколько правоохранительные органы, может быть вы что-то знаете, уверены в том, что они вообще шли из России, а не наоборот? Может быть они собирались в Россию идти через границу? Ну сейчас, что да, утверждать пока сложно, потому что идет расследование этого факта. Нам же известно, что 20 утром следы этой группы были обнаружены на переходе границы грузинскими пограничниками, которые об этом и сообщили. Кстати, сразу же об этом были поставлены в известность соответствующие структуры России, как обычно полагается при этом. Немножко кажется странноватым то, что где-то к концу дня мы получили ответ, что факт перехода или даже наличия в регионе каких-то групп или лиц, вооруженных или невооруженных, не подтверждается. К сожалению, это оказалось неправдой. Именно в это время сотрудники наших спецорганов нашли группу, которая располагалась именно в том районе Грузии. Это недалеко от ингушеского участка российско-грузинской границы и, можно сказать, вглубь грузинской территории. Потом были приняты соответствующие меры, группа была блокирована, и им было предложено или покинуть страну, или сдать оружие, сдаться правоохранительным органам. Я как раз и подумал, исходя из того, что вы сейчас сказали, так может быть они как раз и собирались только идти в Россию воевать? Потому что если наши правоохранительные органы ничего не знали о их нахождении там, может быть они и сформировались где-то на территории Грузии, или там, я не знаю, из соседнего какого-то государства пришли? Ну, во-первых, уже есть данные, полученные от людей, которые сейчас уже находятся в Тбилиси, о том, куда они направлялись и откуда шли. Кстати, это информация не только специальных органов, к ним были допущены журналисты, и у них тоже была возможность узнать, что же происходило. Группа действительно перешла границу с российской стороны. Мы вчера и сегодня по разным каналам услышали разные версии о каких-то группах, разгромленных на территории Ингушетии, о предположениях, что может быть это часть той или группы, или тех групп, которые перешли границу, потом, можно сказать, уходя от преследования, сейчас трудно об этом судить, нам это все нужно выяснить, но для нас уже, можно сказать, не подлечить сомнению факт, что группа нарушила границу именно со стороны России, и, можно сказать, углубилась на территорию Грузии. Я понял. Как вы поняли, российская сторона, если после того, как будут опознаны все лица, которые сдались, выяснится, что они имели отношение к тяжким преступлениям, к рыботорговле, пыткам и так далее, будет требовать их выдачи. Будет ли грузинская сторона оспаривать российские данные? В том смысле, давались ли сдавшимся какие-то такого рода гарантии безопасности? Ну, во-первых, я бы хотел уточнить, что люди, которые сейчас находятся в Тбилиси, они были найдены во время прочесывания местности сотрудниками соответствующих органов, они были в тяжелом положении, измождены физически, у многих были отворожены конечности, и поэтому они были помещены в лечебные учреждения. При них не было найдено оружие, поэтому у нас не было основания, можно сказать, предъявлять к ним каких-то претензий. Что касается сотрудничества с соответствующими органами России, то Грузия не раз подтверждала, что мы всегда готовы выполнять все свои обязательства, в том числе и перед Россией, как соседним государством, с которым нас связывают соответствующие договора. Если в грузинской стороне будут предъявлены соответствующие данные, соответствующие информации, безусловно, Грузия подступит в соответствии с этими обязательствами. Вы знаете, мне эта ситуация в некотором роде, может быть, конечно, не очень корректна, вы тогда меня поправите, напомнила Вторую мировую войну, когда фашистские части сдавались, предпочитали сдаваться англичанам или американцам, потому что понимали, что советские лагеря, это для них, так сказать, невыносимое, так сказать, не вынесут они Сибирь, одним словом. Вы готовы вообще к наплыву таких вот беженцев, представителей бандитских группировок в Грузию? Грузия принимает все меры, чтобы никакие бандформирования, тем более с оружием, не проникали на территорию Грузии. И в этом плане Грузия готова принять все меры, которые находятся в нашем распоряжении, и безусловно, сотрудничать со всеми, в первую очередь, конечно, с российскими властями, а также с любыми международными структурами, чтобы не допустить распространения терроризма и боевых действий на юг Кавказа. Мы с вами общались в прошлый раз, это было 23 декабря, и тогда вы посетовали, что между Грузией и Россией есть некоторые проблемы взаимодействия в области борьбы с терроризмом, что мы могли бы противодействовать боевикам терроризму лучше. После, как я понял, довольно сложных переговоров с Клебановым на той неделе, как-то это сдвинулось вперед? Ну, переговоры с комиссией, которую возглавляет господин Клебанов, посвящались не вопросу борьбы с терроризмом, хотя, безусловно, во время наших с ним встреч, разговоров, мы затронули и эту тему, ибо вряд ли кто-нибудь может заподозрить Грузию в заинтересованности поддержки терроризма, сепаратизма и подобных явлений. Вам хорошо всем, ну, и вам лично, наверное, Александр, известно, трагическое явление, событие последних лет. Поэтому мы кровно заинтересованы тем, чтобы это зло было искоренено совместными усилиями. Это мы не раз подтверждали, в том числе, и уважаемому Илью Иосифовичу во время наших разговоров. Я и сейчас хочу подтвердить, что руководство Грузии и его соответствующие структуры уже, кстати, сотрудничают и готовы сотрудничать с тем, чтобы терроризм, можно сказать, смертоносная зараза не распространялась бы у нас на Калказе, который, кстати, является для нас с вами общим регионом. Спасибо большое, Ирарх Киафеогенович. Я тоже думаю, что важно относиться к этой проблеме как к общему делу, а не к вопросу, например, внешней или внутренней политики, поскольку все мы там живем, здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.